АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Остальное, наверное, можно и пояснить. Значит, второе. Я, прежде всего, хочу представить, кстати, своего соседа слева, если кто-то его не знает. А все, кто с вами в первый раз встречается, его, конечно, знают. Но вступление имеет отношение к любви. Правда, это было страшно сказать. Где-то в конце прошлого века. Или в середине прошлого века. Когда одна дама в моем родном Ленинграде сказала в мой адрес такие неодобрительные слова. Известно, что я не умею играть на гитаре. Я враг ленивый. Во-вторых, я начну писать песни о крайнем севере, и гитара просто не выживает. И одна дама в те поры, я был, правда, помоложе, и волос у меня было поменьше. Побольше, в принципе, меньше уже не бывает. Побольше. Да, в чем можно убедиться, никто не верит. Вот есть книга воспоминаний с фотографиями, другие книги. Фильмы есть из давних времен, автобиографические. И одна моя знакомая сказала в мой адрес такие неодобрительные слова. Известно, что в каждом городе Советского Союза, тогда еще был Советский Союз, у город Нескал побали и по компаниатору. Как говорится, предметы первой необходимости. Но, что касается женщин, сами видите. Как писал Боберман, вы всему живому есть предел, а мне спасат, и вы здесь тропила, в автобусе на девку подъеду, она мне молча место отступила. Вот это и то. Кстати, его концерт и авторский вечер здесь, по-моему, 21 октября, правильно я говорю, да? 24 октября все за мою приглашаю. Были гораздо более интересны, чем то, что будет сегодня. Если бы никто, кто-то не слышал. Единственное, прошу, так сказать, людей, которые очень щепетильно относятся в неформальной лексике, на чем-то зажимать уши, потому что это не я. Мы с ним близкие друзья, но я даже получил в Ленинграде в свое время, когда вел первый концерт в Ленинградском концертном зале, как вы можете вести концерт этого ужасного человека? У него что ни слова, то мат. Вы такой романтичный, такой вазот, такой грубый, такой сексуальный и ужасный. Вот я вас призываю прийти и поспредить на то сексуальное и ужасное. Так вот, значит, с женщинами, к сожалению, все в прошлом. А что касается компаниаторов, то они как были нужны, так и нужны. Главный из них, так сказать, господин назначил меня любимой женой, многие годы мой фактически соавтор по моим записям, потому что все диски, которые вот здесь лежат, и лучшие записи этих дисков, сделаны с этим человеком. Книги моих музыкальных изданий я ни черта не понимаю в нотах. Я являюсь автором примерно 250 оригинальных мелодий, прочитать которые я не могу. Я в Ленинграде не знаю. А вот он знает. Вот. Это Александр Николаевич Костромин. Кудович находит. Теперь к теме любви, конечно, чтобы долго не разговаривать. Давайте я начну с чего-нибудь очень старенького. Да, два слова по поводу правил поведения в здешних встречах, не концертах, а встречах. Тут довольно такая интимная обстановка, можно выпивать, можно разговаривать и прочее, прочее. Есть два пожелания. Пожелание первое. Значит, мы всегда, видите, вот для записи корзиночка лежит, если будете писать, будет хорошо. Мы тут не как-то заранее программы концерта, но общая тема, понятно, но заранее программы концерта я никогда не составляю здесь и всегда полового потечения, то есть по запискам. Арсений Николаевич единственный человек, который может играть без подготовки все мои песни, в том числе еще не написаны. Сегодня последний эксперимент. Вот. Поэтому пишите, и все записки, ну, по возможности, конечно, будут, значит, удовлетворенные, я имею в виду пожелания, но введу вопросы тоже, как сказать, для них вращаться. А вот что касается второго, значит, если какие-то песни, вы знаете, то очень хочется их подпеться, особенно после какого-то чего-нибудь выгляну, много вы не выпьете, притяжник, цена, ну все. Значит, пожалуйста, вы себя не стесняйте, потому что хуже меня здесь вы не будете. Наконец, третье. Пожалуйста, не забудьте включить ваши мобильные телефоны, по окончанию наших встречок. Спасибо. Итак, первая любовь. Нет, это уже не первая, это уже, наверное, вторая. Первая любовь была в четвертом, пятом классе. Вернее, не в пятом классе. Есть у меня такая поэма «Старый потихон». Это был не пятый класс, это был Пеменовский лагерь «Чернолучье» в июне 45-го года. А уже в сентябре мы вернулись из Уфааса в родной Ленинград, откуда меня вывезли в Ладожской трассе в окрине 42-го года, уже в дистрамичном состоянии, здесь с ленинградскими детьми другими. И вот это была первая любовь моя, которая отказалась сниматься в этом фильме. Тут вышел фильм, о нем я расскажу, «Чернолучье» «Чернолучье» А это уже вторая любовь. 58-й год, палатка от поисковой партии под играткой. Тихо по веткам шуршит снегопад, звучит реща на лете. В эти часы, когда все еще спят, что вспоминается в лето? Ему далекого прозит давние письма домов, Царствует чепоточным солнцем, быстро смиряется осень, Долгой поляркой зимой. Снег, 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 Снег над палаткой пружится, Хоть и качается наш краткий наш гэм. Снег, 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 Тихо на дуфтру ложится, Как переконцы мерзающих век, Снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной Бьется веселый снежок, Вспыкнет в ресницах Звездой за мной, Вяжет пушинкой волок. Хронул задумчивый гиней, Клоствует светлую прядь, Над мульварной линией По Ленинградскому синей, Вечер спустится подять. Снег, 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 Снег с окошком пружится, Но не коснется твоих ссор, Но в этой век. Снег, 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 Что тебе, милая, снится Над тишиной замерзающих рек? Снег, 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 Долго ли сердце твое с берегу, Ветер поет на пути, Через туман и морозы кругу Мне до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрузнется Наших стоянок огни, Но пешком как придется, Песня к тебе доберется, Даже в неберные дни. Снег, 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 снег нам тайвою кружится, Вьюга заносит следы На волчьих снаряд. Снег, 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 Пусть тебе нынче приснится, Занятый солнцем подзарь и бед Завод каждый день. Возвращаясь в прошлые годы, Где-то году в 60-м, Через пару лет, Я включился в 50-м году, У меня возник такой, Я ковалекся сотрудницей нашим института, А с учетом, я работал, Я кончил в Ленинградской горной институте, Я в каждом раз повторяю, Что именно реиграется, А не Санкт-Петербург, По двумя причинами, Серьезно. Первыми словами, Которые я узнал в жизни, Были мама и баба, А третье про Ленинград. Про дедушку Ленин, И все замечательные качества, Я узнал гораздо позднее. Правда, я блокадник, А смешно сказать, Санкт-Петербургская блокада, Как-то не звучит. Вот. Так вот, в 59-м году, К тому же, Суд геологартики, Когда я попал на работу, После окончания родного горного института, Пришла очень красивая юная дама, А я тогда увлекался романом Фехтланга, Рассветной иудейской войной, И с моей точки зрения, Было дико похоже на героиня, Одной из героинованной Принцессы Береников, Которой увлекся Будущий римский оператор Тит, Что не помешало ему же и шрам, конечно. Вот. Она вот такой, С яркой еврейской красотой, С ярко-бедными волосами, И она все-таки статистические девушки. Я это была Принцессой Береников, И тогда же ей посвятил песню. Песня стала безымянной, Живет до сих пор. Песня Рук Зернова написала рассказ Принцессы Береникова, Посвященный этой песне. Сама Принцесса Береникова, Симунир двух мужей и две фамилии, Живет сейчас в Лан-Арборе, Недалеко от Детройта. У нее внуки и прочее, Проще, а песенка такая осталась. О, леса не черника, А мох растет, Принцесса Береникова на окте живет, Покрытый там обочины, Быльем травой, Мы очень озабочены ее садевой. Покрытый там обочины, Быльем травой, Мы очень озабочены ее садевой. В двухкомнатной квартире живет она, К автобусу четыре идет одна, И каблучок резиновый в весне ее, Плывет дыма к петину и нет ее. И каблучок резиновый в весне ее, Плывет дыма к петину и нет ее. А у них без песен труда нам, Как книг скрывает, А улица полудина изменить трамвай. И я к своей указанной судьбе привык, И нет у меня сказок и переник. И я к своей указанной судьбе привык, И нет у меня сказок и переник. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что-то мы настроены романтично. Понимаете, это были начало 50-х годов, Конец сортовых. Для прочих, как учился я в мужской школе, Девочки, казалось, наверное, плавитянками. Был невозможно подойти к девушке И там сказать, что я вас люблю. Это не то, что ты нынешний баллеж, Мы к ней метелкой пойдем потрахаемся. Это совершенно даже страшно представить, Как все это изменилось. Понимаете? И все-таки вот какое-то понятие любви. Я помню, у нас устраивали дискуты, Дружба, значит, из любви. Приготовил девочек из соседней школы, Когда крещавые десятиклассники И полногрудные переспелые десятиклассники Старались не смотреть друг на друга, На полном серьезе обсуждали вопрос, Что может быть чистая дружба Между мальчиком и девочкой. Такая полная, абсолютная фигня. Ужасная. Как вы помните, когда даже позднее Было телемоста на Хью, Что у нас в Советского Союза секса нет. И не было. И не было у нас. Черт знает, что было. Вот. Ну, а в дальнейшем, конечно, Ну, естественно, на третьем курсе Все наши, значит, По-моему, это ответ на вопрос армянского радио. И гражданка, они сам спрашивают, Что делает самошенничек, Он хочет женщину. Отвечаем, он женится. Вот. Примерно так жило наше поколение. На третьем курсе Почти все поколовные У нас была такая мужская группа Женились на сокурсах. Через пять лет почти все провели там земли. Понимаете, вот какая интересная штука. Вот. Ну, и, конечно же, Поскольку я связал свою жизнь С геологической специальностью, То есть отсутствием дома на 4-5 месяцев, А потом еще хуже, На 8 месяцев в океанских экспедициях, То с самого начала, увы, Нам пришлось столкнуться С проблемой верности. Ну, естественно, женские, Мы-то были там, где женщины нет. Вот. И вот под этим нервным напряжением Была в далеком же, Тех, в том же самом, по-моему, 57-8 даре, Написка летая песня Молотных Георгий. Какой же он сошел? Спасибо. Песня Молотных Георгий. Песня Молотных Георгий. Их личных машин и идут, Короткие поземные свидания Когда-нибудь в лагилах светут, А я иду, доверчивый, влюбленный, Подальше от сервановы, Коротый ты, как всегда, Молотокон зеленый, Мне говорит, что А лутя открыты, как всегда, Полоток зеленый, Мне припали, что путь открыт. А жена надоели годовщие вены, И счастливы, провожали маята, Отстриженные побриком мужчины, Уволят их туда, где суета, А я иду обманом закаленный. Презентом от случайности прикрыты, Как всегда, полоток зеленый, Мне припали, что путь открыт. И как всегда, полоток зеленый, Мне припали, что путь открыт. Шагаем мы спусти семенная пламя, Нас песнями приветствует страна, Взрастают под чужими именами, По сильной нами семена. А я иду совсем неутомленный, В лет двадцати и более наги, Ты, как всегда, полоток зеленый, Мне припали, что путь открыт. И как всегда, полоток зеленый, Мне припали, что путь открыт. У меня вот дурацкая романтическая настроенность на то, Что любовь должна быть одна, Что любовь, как познать настоящую любовь. Ну как, надо ее спутать. Как это? Ну конечно, разлукой. Вот такой девчонский фильм «Испытание верности», То есть фарфон. А там, кстати, очень неплохой писарь там пели, да? Вот, в остальном полный идиотизм. То есть он куда-то уезжает на крайний север, Она, значит, его ждет, Тут появляется какой-то высокий брюнет В таких мощном пиджаке С такими платными плечами В погоде того времени. И она уже почти ему отдается, Но вдруг он терпит бедствие на самолете, Вот, который уехал, да? И она каким-то образом понимает, Что она ему нужна, И она в последний момент От этого брюнета В пиджаке с плечами отбивается, И все хорошо. Вот, понимаете, Вот эта идиотская идеология, Что надо испытывать любого, Что надо, не надо ее испытывать. Это не двухтовровая балка под нагрузкой. В общем, ничем, ничего испытывать не надо. Есть очень хорошая рецепт Замечательного советского поэта. Судьбой вы не расставайтесь, Судьбой вы не расставайтесь, Судьбой вы не расставайтесь, Всей кровью пророставят в них, И уходя на миг, И уходя на миг, И каждый раз навек прощайтесь, И каждый раз навек прощайтесь, И каждый раз навек прощайтесь, Когда вы уходите на миг. Так, как писал гениальный Мандельштам, Господи, вот сверост в статистике, да? Как писал... Почему? Нет, я понимаю. Не знаю, не откройся. Да, да, да. Кто может знать, Присловие расставания, Какая нам разлука предстоит, Что нам сулит петушья, Восклицание, Пока горьба хропали гаит. Вот. Это действительно. На самом деле, любовь вещь хрупкая, Ведь говорят, что она была, Ее не было. По мне, у многих ученых, В древнем мире, Любви вообще не было. Сердце было любимое. Мне говорят, Асуламиев, Ну, Куприн И все такое прочее Про античные времена Написано уже в наше время. Любовь Якова появилась В средние века С рождением трестанных зорды, С эпосом, С романтической поэзией. А раз ее когда-то не было, Она может уйти. Вот в наше время, Когда у нас пытаются Подвинуть любовь сексом, Доступным каждой обезьяне, Это становится действительно Серьезной проблемой. Останется исчезающим Белим искусством. Потому что любое то, Что выражают в картине, Симфонии, Поэмы, Новые открытия, И так далее. По фрейду вообще Двьющийся идеологически Ясно совершенно В этом отношении. Я согласен. Я сейчас хочу Вернуться к старым временам И вот К тем самым Малярным моим экспедициям, Когда мне Довелось Написать одну песню, Ставшую взаменами, Народной, Потом и так далее, И тому подобное. К любви, Как по отношению Мир, Кроме ровкого призыва Ждать, Ждать, Ждать. Это вот Идиотские, Наивные Воззвания Моих Женщин Жди, 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 Которые никогда Абсолютно Не имеют никакого эффекта. Но они как-то Старештан На моих экране Всехоли песен. Вот. Ну, А песенка, Как вы знаете, Она написана В далеком 59-м году В Турханском крае. С ней была забавная история. Я рассказывал, Но для тех, Кто первый раз опять расскажу, Уже не там, В Израиле. В 91-м году, Когда я впервые попрал в Израиль, Была жара. На концерте, Ко мне подошел Человек с седой, С орденскими Советскими колодками, Ветеран войны. И, вытирая глаза, Сказал, Я старый полярный левчик, Я вот эту песню Вашу всю жизнь съел. Я там с тем, С ним воевал. Я думал, Что она давно уже существует, Что однородная. Можно к вам С концерта подойду, Посидите со мной Полчаса про артию, Поговорил. И достал бутылку скраничную. Я говорю, Ну, вы знаете, Не-не, Я у вас молюсь. Тут же не с кем, Не с кем. Про артию, Души не с кем отвезти. Вот еще он поболошал, Я сказал, Замечательное слово. И кому нужна В Израиле Полярная альянсия. 59-й год, Мокрый снег в Турханске, Песенка Полярных ночи. Кожаные гонки, Крошки, Клубы, Трянка, Замечательная, Птицкая, Ракунина, Продится Гаврия, Северная, Вьюга, В маленькой гостинице, Волстом, Витерином, Продится Гаврия, Северная, Вьюга, В маленькой гостинице, Волстом, Витерином, Командир со штурмом, Мотив припомнит старый, Голубо рукою подотрет второй пилот, Подтянувши струны, Старикой гитарой, Следом борт-механика, Тихо подпоет. Подтянувши струны, Старикой гитарой, Следом борт-механика, Тихо подпоет. Эту песню грустную, Позабыть пора нам, На клубка моторы, И сердца зачетнены. Снова телец берега, Снегом и туманом, Снова ночь нелетная, Даже не луны. Снова телец берега, Снегом и туманом, Снова ночь нелетная, Даже не луны. Лысые романтики, Воздушные протяги, Наша жизнь бочишеские, Вечные года. Прочь, то скуканите вы, Выпили фряги, Тык, ведь я служба, Счастье благодаря. Прочь, то скуканите вы, Выпили фряги, Тык, ведь я служба, Счастье благодаря. Солнце закатное, И темный ветер сверсток, И штурм от послушки, В скалавшихся руках, Ждите нас, невстреченные Школьницы и весты В маленьких асфальтовых Южных городках. Ждите нас, невстреченные Школьницы и весты В утренних асфальтовых Южных городках. Я уже рассказывал, как-то все время рассказывал, что на эту песню, но мои и другие песни мои, написано много пародий. В основном писалось это все на крайнем севере, или потом в океане, где я работал 35 лет. Но и поскольку писали мужчины, лишенные женского общества на долгие месяцы, то все пародии на меня носили откровенно выраженный сексуальный, детейный характер. Что касается пародия, нахоженный курт, я ее еще раз повторю, я стараться его пел тут. Вот, написал ее московский автор Игорь Михалев, трагически ушедший в жизни пару лет назад, на 80-летний юбилей, в этой пародии отражается его нынешнее Желкое старческое состояние. Кожаные брюки, брошенные в угол, ничего не видно в этой темноте. Погоди немного, юная подруга, руки рисуются, и глаза нити. Командир со штурманом, ведь предупреждали, и хирург нашел тело, мне пуская кровь. На лече это самое, получится январе, выпить эту хляну, мне напомнить вновь. Кожаные брюки вновь на старом месте, и в стакане челюсть бьется о краях. Ты чего признала, школьница, девеста, отойди от девушки, я люблю, а я. Тем более, что мой друг Гумерман, который защищается в породах на меня, еще в 69-м году написал на меня гнусную эпигуру, когда, правда, не подтверждалось, вообще. Один поэт имел предмет, который был употребляя, устройство это свел на нет, прощай любовь, в начале мая. А сейчас он, да, ничего хорошего, тоже. К любовной жизни оплодев, я погасил свою жароню. Я сейчас смотрю на нежных дел, а ничего уже не помню. И тем не менее, песня, были ранние песни Ревьетов, вот что книжечка, моя последняя, может, не последняя, книжка «Время в пути», только что мы, наверное, в Питере, вот что он 2011-м году. И здесь такие песни написаны только в последние два года. И вот тут есть такая новая песня, «Натискаю метр». Гаснет огонь, стынет водой, Только любовь остаётся. В стране в миреita Жили мы все, как придётся, да, везло, прочий не слад, Только любовь остаётся. Да, везло, прочий не слад, Только любовь остаётся. Горный гипик, рюми гипик, Вновь ничего не вернётся. Всё в никуда, сносит вода, Только любовь остаётся. Всё в никуда, сносит вода, Только любовь остаётся. Память храня, вспомни меня, Все времен против бороться. Горничь обид, но ночью летит, Только любовь остаётся. Горничь обид, но ночью летит, Только любовь остаётся. Кончится круг, время из рук, Слухой тонкой рьётся. Кто мне из вас скажет сейчас, Что же потом остаётся? Кто мне из вас скажет сейчас, Что же потом остаётся? Чарьки крылок бьёт о стекло, Новое солнце спьётся, В речке светло, вспыхнет весло, Значит, любовь остаётся. В речке светло, вспыхнет весло, Значит, любовь остаётся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Попробуем, попробуем. История Маяковского «Илия Брика» 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 «Илия Брика» История Маяковского 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 «Илия Брика» Уникальный фильм, 34 серии, по полчаса каждая, который делал ему 6 лет, и там вся моя жизнь в одном флагоне, но там 17 часов киноэфира, там уникальная хроника, и в том числе есть и фрагменты из фильма «Два бойца» во второй серии, посвященной Ленинградской блокаде. Фильм это не о себе ревью, он так же, как и в книге, но это вспоминание о эпохе, когда я живу, даже в себе камни, вещи уникальные камни и так далее, и там вот я, когда я сегодня поеду «Тёмная ночь», фрагмент из этого фильма. С «Тёмной ночь» была забавная история, несколько лет назад, когда еще Михаил Ефимович Швыдкой был пьесом «Культура России», меня пригласили в его подачи, у нас есть такой ДК «Беридиан», и там, значит, интересный был вечер, лучшая пьеса 20-го века, собрали Аксакалов, поставили на сцену, я попал в Аксакалов, там был этот самый, Владимир Трошин еще был живой, вот еще живой Никита Богословский, автор этой песни, и многие уважаемые, седые уже никому не нужны, и там пели разные современные солисты, пели разные песни, например, Мирярская пела песню «Давай закурим, товарищи, по одной странной вещи», кто-то пел, конечно, по «Домовскому дню вечера», который Катя Меньшов, вот Меньшов, и так далее, да, Трошин, и многое другое. Я болел за песни «Темные ночи», я тут-то пел, и я предложил тебе «Темную ночь», конечно, и все такое, и вроде зал меня поддержал, но тут приехал скот выступления, этот самый, Газманов, болек Газманов, начал, одел тюняшку и начал прыгать, и петь, ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты, я на суше, ты на воле, нам, действительно, никак. И весь зал, естественно, современные люди, молодежь, они все его поддержали, и лучше песни, вот песни, это песни. Что такое, значит, когда поздравил Газманов, он говорил, что, ну, теперь, что он скажет, злой Городнинский, он у меня, я зеленый был, ведь, значит, я говорю, что, конечно, я очень уважаю Газманов, замечательный исполнитель, еще лучше, чем по этому движется, конечно, Но я хочу сказать, что я, слова не еще разобрал, но я хочу сказать, что в новогоднюю ночь я слышал эту песню в несравненно более хорошем исполнении, в исполнении Владимира Вольфовича Швириновского. И, кстати, жили, пел ее в новогоднюю ночь по какому-то огоньку, вот, ну, и там все равно, там я ничего не вышла, значит, и когда стали снова повторять эту песню, Швириновский вышел подпевать эту «Ты варяшка, я моряка», я злой бы сказал, что, не помню, что на месте у меня с ним в России, я постыдился выходить подпевать эту песню-то, все, больше меня никого не приглашаю, потому что там такая песня, вообще, нормально, да, ну, и вот это дело, да, и все, перебрю эту песню, понимаете, я от этой песни, вот у меня в фильме отелись, я сейчас проеду, от чего идет авторская песня, ну, от Курджа вроде, да, конечно, для меня она идет, от Мирденса, вроде и не Богословский советский командир, три слова профессионального автора, но интонация, она душевная, доверительная, охватящая прямо за душу интонация, эта песня проникает прямо в сердце, да, я это люблю, эту песню, я действительно пел 9 мая, вот, на праздничном концерте в доме Акучавы, есть моя запись там, мне не рушу, шепчу, подыгрываю, я ее пел, вот. В темных ночи только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, то сквозвезды мерцают. В темных ночи, ты любимая, знаю, не спишь, и в детской кроватке тайком, и слезу утираешь. Как я люблю глубинуть моих ласков глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Говорит темная ночь, разделяяя, принимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Веряю в тебя, дорогую воду мою, Эта вера откуда меня темная ночью хранила вон. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, Знаю, встретишь с любовью меня, Что со мной не случится. Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались в степи, Вот и сейчас надо мною она кружится. Смерть не страшна, С ней не раз мы встречались в степи, Вот и сейчас надо мною она кружится. Ты меня ждешь, И в детской кроватке не спишь, И поэтому с нами за мной Ничего не случится. Спасибо! Спасибо за все. Живите долго, счастливо. Счастливо вам. Счастливо вам сердцебиение. Скажите, пожалуйста, несколько суток Антона Духовского. 31 октября здесь будет концерт интересного неградского автора, профессионального актера и режиссера Антона Духовского. Весвестный Северник мой, так сказать, выдвиженец, потому что я, когда еще был Советский Союз, я был присядем жили на Грушинском фестивале, будущем Грушинском фестивале единый. Был рядом Грушинском фестивале и пошли разговоры о том, что вот Городинский подыгрывает Духовскому, но уже на следующий Всесоветский фестиваль в Киеве, вот поэтому без меня, я там нет, я все равно занял первое место и без меня. Это очень талантливый человек. Он такой, значит, целью информации, молодой человек. Вот, он лет 40, ему, наверное, есть. Он создал замечательный Тетский театр «Муравейник» в Сестрорецке под Ленинградом. Он пишет стихи, пишет эссе, пишет письки. Он такой человек, литературный вариант. Я думаю, что если придется его подслужить, то ему пожалеете. Спасибо. Так. Как письки Гурман, время льется, как вино, сразу отобсюду, да, нафиг, видишь, ну и знаешь по словам. Ой, вот не надо, больше не буду вычитать. Он вся злится, потому что он говорит, приезжая в Канаду в какой-то город, выступаю, читаю самые смешные стихи. Никто не смеется. Почитаю вторые, опять никто. Я говорю, что случилось? Я тут был городницкий, меня на всей схеме уже прочитал. Так что лучше это взять. О, как интересно. Кто-то помнит, да? Ария Владимир Игоревича, издневной оперы «Князь Игорь». Я не уверен, что это самая удачная моя песня. Дело в том, что, опять же, для Сигарева я самая любимая опера. Почему? Потому что, когда, значит, меня вывезли, значит, в Омск, значит, уже там я узнал, через бомбирий Мариинский театр. Долго плакал по этому поводу, потому что я был на сказке о целях Салтане, перед самой войной, мне было 6 лет, что ли. И когда я вернулся в 45-м году в Питер, папа меня взял за восстановление в Мариинский театр на оперу «Князь Игорь». И опера для него передела, а в том, что я понял, что снова «Паркотлов», что снова «Золото», снова «Оперный театр». Я понял, что война кончилась. Поэтому я очень люблю эту оперу. А что касается «Кончиковная» и была у меня такая песенка. Мой конвойный захрабел и дышит ровно, напрягает в месяц ночи тетиву. Выходи же на свидание, кончиковая, на степную, на горячую траву. Выходи же на свидание, кончиковая, на степную, на горячую траву. Посмотри, ночи река течет небыстро, и пусынечики свинят, как пуляцы. Зря друг друга уважают за убийства наши глупые и страшные отцы. Зря друг друга уважают за убийства наши глупые и страшные отцы. Зря друг друга уважают за убийства наши глупые и страшные отцы. Мой конвойный захрабел и дышит ровно, напрягает в месяц ночи тетиву. Выходи же на свидание, кончиковая, на степную, на горячую траву. Выходи же на свидание, кончиковая, на степную, на горячую траву. Спасибо. У меня, я прошу прощения, сняли это сихотворение. Есть новое сихотворение, которое имеет отношение к этой песне. Так, 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 так. Вот оно, последнее. Сейчас вы будете посчитать. Восемьдесят восемьдесят. Я думаю, что я тут был несколько раз на трассе из-за имени этого шелкового пути. Из всей Азии в Европу. Когда мы когда-то шли в хорование с шелком. Вот такое сихотворение. Освоим с тобою шелковый путь, шелковый путь, шелковый путь. Поедем весною куда-нибудь, поедем куда-нибудь. Через азийские пески прочат тоски, прочат тоски. Пока мы с тобой еще близки и не билы виски. Чтобы у вас их не жалея ног, вывеснить снова были дорог. Так не как прежде хитер восток, запад так же жесток. Погружаясь в бездаминувших лет. Пойдем за солнечным светом в свет. Через пределы далеких стран, которыми правит Карам. Вдоль по долинам высохших рек, где непонятен времени бег. Поскольку по ним не течет вода, впавшая в никуда. Туда, где великие города смыла беда, суша орда. Где неизменно была всегда сильнее крови вода. Через исчезнувшие моря, над которыми чайки окружатся зря. И неясно, как попали сюда, брошенное суда. Мы пройдем этот путь из конца в колец. Через Ханский осыпавшийся дворец. Где лежит под плитую былой гарем. Неподвижен теперь и нем. Здесь представит каждый, куда б не шел. Как по смуглым ведрам струился шелк. Как мерзали браслеты на нежных руках. Что поэт воспевал в стихах. Давно, Боже, этот мир зачах. Когда не горение на тех плечах. Изумрудов матовые лучи. Беспощадные, как мечи. Туда, где войску дороги нет. Пути отыскивал самоцвет. Туда, где воинам не пройти. Проложили шелка пути. Пусть погонщика высохшая рука. Караваны гонит в морях песка. И по поводу сердца любовь близка. Будут в цене шелка. Только то, что может любовь зажечь. Покоряет страны вернее, чем меч. Это ткань, что и мне не дает уснуть. Твою обтекая грудь. И да будет вечна любовь. Пока эту ткань ощущает моя рука. И над нами качаются облака. Плывущие из древа. Спасибо. Ну, это вот. Включаем первое отделение. Сейчас я посмотрю, что у нас тут. Попадаем. Запилочка не пропадется. Давайте, пожалуй, что-нибудь менее известное из последних песен. Хорошо. Споем «Танец из-за улицы» из последних песен. Там тоже проливают. Стокгольм. Нигде не напечатная песня. Это ткань. В городе этом. В далеком, море синееит без роков. Олако в небе как лохом. Солнце и скалы вокруг, Если судьба к тебе в бокам, Ты в невезении глубоком, Гвардия там далёком, Руку подаст тебе друг. Если судьба к тебе в бокам, Ты в невезении глубоком, Гвардия там далёком, Руку подаст тебе друг. Здесь не мугай, не степи, Норы смокаются в цепи, Славная девочка Пеппи, храбрая девочка Пеппи, Храбрая девочка Пеппи, свой надевай чулок. Все будет в жизни прекрасно, Есть от болезни декарства, Есть в решительный час твой Самый решительный час. Друг твой, дружок твой, Друг твой испытанный канцем, В меру питанный канцем, Скорейши слетающий танцем, В первую руку в полярс Дров твой испытанный карусом К примеру, питанный карусом Смерчный слегкающий карусом В первую руку в полярс Скажу, что у меня спросим Скоро окончится осень Быстро окончается осень Лыжи и санки готовы Даже в семьдесят восемь Даже в семьдесят восемь Даже в семьдесят восемь Хочется видеть любовь Даже в семьдесят восемь Даже в семьдесят восемь Даже в семьдесят восемь Хочется видеть любовь Аплодисменты 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 15 диски книги и фильмы все это вот там вот у нас спасибо